Почему наши вообще всё накачиваются? Силиконом груди. Англичанке надо, а у тебя и так две молочных фермы. Куда тебе ещё силикон вдувать? Вдуло силикон, играет в теннис, груди по щекам хлещут. Я когда такую картинку вижу, я вспоминаю, как мы с папой в детстве надували резиновую бабу. Э, лодку! 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 Нет, я не проговорился, я ошибся. Боже, что я сказал, ё-моё-ка. Это надо вырезать на телевидении. Ой. Кто там со мной разговаривает всё время? Я мешаю ему, нет? Если я ему мешаю, то... Секьюрити, вы где вообще? Или я сегодня без секьюрити? Охрана, надо вывести человека. Он будет мешать. У нас съёмка, друзья мои, извините. Если бы не съёмка, я бы его сейчас усыпил быстро. Поэтому кто не со своим пришёл, отодвиньтесь сейчас. Вот, видите, а я думал, чем бы развлечь в начале? Нормально. Скажите, чего вы пришли к нам? В таком состоянии? Вы же в лоскуты вообще. Или вы вообще такой? Это туловище. Это не человек. Это тело. Врач есть? Бедняга. Мне его в какой-то степени жалко. Он хотел прийти посмеяться, а я ему мешаю. Продолжаем. Я забыл, на чём я остановился. А интересно, если это записали вообще. Это интересная картинка будет. О, это будет суперпередача. Я вас обожаю. А я вас не вижу. А, вы до такой степени развязаны. Нормально. Действительно, репо в силу вступило. Друзья мои, значит, ну надо как-то продолжать, тем не менее. У меня есть знакомая, такая интеллигентная семья. Я вообще за интеллигенцию считаю врачей, инженеров, лётчиков. Послушай, милая. На вы, давайте на вы. Послушайте, я вам верну деньги за билет. Если вы спокойно пойдёте в буфет, поедите. Я попрошу хорошую еду вам сделать. Вот, что-то жутко вкусное. Худеет. Худеет. Она не даст разговаривать. Я прошу вас, у нас съёмка. Вас, вы мешаете. Я не знаю, вы дури накурились или нет, но просто мешаете. На, русская женщина. Это секьюрити подошёл. Сейчас она ему вмажет. Мы сегодня снимаем для социальных сетей интернета, потому что меня очень много редактируют по телевидению. Практически вычёркивают всё, что я говорю про заточенную острую современность. А мне хочется. И я тогда буду вырезать, то, что вырезать на телевидении, размещать в сетях. И вот для этого мы и снимаем сегодня. Без всяких декораций. А то, знаете, приедет первый канал. Снежинки. Зачем мне нужны снежинки? Я им говорю. Последний раз они мне поставили хлопушки. Но я им говорю, ребят, я не Киркоров. Это Киркоров выходит на сцену во всём блестящем. Тут шланг до водопровода, тут душ, гайки. Всё блестит. Ему это надо. А мне это зачем? Совершенно не понимаю. Поэтому нужно... Слава Богу, есть интернет. И я то, что думаю, буду часто в социальных сетях теперь располагать. Кстати, на днях президент России, будучи на Дальнем Востоке, ответственно заявил, что распространять слухи о продаже Дальнего Востока Китаю преступление, поскольку это может помешать реальной его продаже. А премьер-министр Греции Папандрео заявил, что Греция находится в ситуации, полностью соответствующей его фамилии. Такие новости европейского масштаба. Исландский вулкан... Сейчас, я разомну губы, потому что я так не произнесу. Исландский вулкан Эйяфьятлилайокудль проснулся для того, чтобы мстить людям за то, что его так назвали. А я легко произношу. Кстати, знаете, что Эйяфьятлилайокудль редкостная падаль? А я легко произношу это название вулкана, потому что я еще ночевал у подножия мексиканского вулкана Папокатибели. Ну, это два двоюродных брата. Эйяфьятлилайокудль и Папокатибели. Потренируйтесь на ночь. Нормально спать будете потом. Вообще, история... Вот знаете, многие люди, опять, чтобы легко было жить легко, надо понять основной закон природы. Не конституция природы. Причинность часто лежит в невидимом мире событий. А события проявляются в видимом мире. И многие вычисляют. Почему это произошло? Никогда нельзя. Вот Эйяфьятлилайокудль, че он проснулся? А потому что вся Европа орала, мы умеем все, мы сильнее природы, у нас классная наука. А Эйяфьятлилайокудль... Как-то сказал... Сейчас поглядим. Один раз плюнул, вся Европа в пепельницу превратилась. Все парализовано, довольны только таксисты в Шереметьево. Потому что, а русским че конец света, че мы конца света не видели? Гениально таксисты дежурили в Шереметьево с табличками «Довезем в любой город мира». Вы пробовали на такси в Ванкуйер ездить когда-нибудь за 300 долларов? Но... И это сейчас прослеживается во всем. Сейчас вообще такое время... Секрет выдам. Время отдачи долгов нравственных. Вот... И многие попадутся на этом. Пример самый простой. Америка много лет гонялась за нефтью. Поняли? Нефть сама пришла. Ребята, я тут. И обняла всю Америку. В Америке даже количество темнокожих увеличилось. Перейдем к нашим российским делам. Спорт. Продолжаю тревожить мужиков. Впервые, мужчины знают, в Формуле-1 участвует ныне российский пилот. Соперники уже вычислили его слабое место. Увидев при дорожных кустах человека в сером из радара, он сбрасывает скорость. Ну а для развития футбола в Россию пригласили дико адвоката. Это неправильно. Для того, чтобы развился футбол в России, нужен не адвокат, а прокурор. Вообще, вот последний чемпионат мира убедил нас в том, что для того, чтобы побеждать в футболе, нужно быстро передвигаться. И сборная России ходячий тому пример. Кстати, мало кто знает, после того, как Германия проиграла Испания, осьминог Пауль стал семиногом. Ну сейчас у него вообще ему кирдык. О нем весь мир узнал. И сейчас он собирается покончить самоубийство, потому что ему предложили угадать результат матча «Шинник-Кубан». Дурь полная. Вообще так, возможно, из наших двух сборных... А мне, главное, нравятся наши чиновники, которые говорят, всерьез говорят нам, что сборная России по футболу станет чемпионом мира в 2018 году. Я понимаю, с чего они это делают, с чего они это говорят. Потому что чем больше они вот скажут... Вы знаете, нигде в мире не планируют медали. Вы представляете, что вы вот поехали на Олимпийские игры, и у американцев было запланировано, мы возьмем столько медалей. А наши почему это делают? Потому что чем больше они запланируют, тем больше они отсосут... Откатят. Извините, ну вы поняли. Откаты больше будут. И вот они сейчас тоже в 2018 году, мы чемпионами мира. У Пеле спросил кто-то из журналистов наших, как вы думаете, когда сборная России по футболу... Пеле, молодежь, вы не знаете, это самый легендарный футболист всех времен и народов, он из Бразилии. И я, кстати, еще видел его выступление, это действительно скорее на цирк было похоже, но с результатом он и голы забивал, не только сжонглировал мячом. И я вам должен сказать, что вот Пеле замечательно ответил. Он сказал, чемпионом мира по футболу Россия будет тогда, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею. А вообще, я бы поправил его. Возможно, из наших двух сборных по хоккею и по футболу получилась бы неплохая команда по хоккею на траве. И тогда стала бы... на траве, да. И тогда полностью было бы оправдано наличие тренера из Голландии. Ложь к жене – это безнравственность. Ложь клиентам, коллегам, покупателям – это мошенничество. Ложь всему народу – политика. Ну и такая примета на... По-моему, она очень точная. Если вас посадили в тюрьму, значит, вы украли мало. Если вас посадили в Госдуму, вот это я и выложу в интернете вместе с вашей реакцией, потому что на телевидении это заменят сосульками и снежинками. А тогда я и следующую фразу туда же скину. Если только у нас в стране выборы проходят под лозунгом «А кого еще остальные еще хуже?» И вообще, продолжая тему, это не беда, что ленинградка тормозит Москву. Беда, что ленинградцы тормозят Россию. Ну и последняя фраза, которая, может, не очень понятна, я и сам не понимаю, что она значит, но мне она нравится. Медведев, знаете ли вы, что Медведев – аватар Путина? А я не знаю, о чем вы думаете. Я, например, ее не понимаю. Но вообще, действительно, ощущение, что он вылезает из него иногда вот так вот. И начинает жить своей жизнью. Кстати, говорят, «Единая Россия» заказала осьминогу Павлю прогноз следующих президентских выборов в России. В лучших традициях «Единой России». Да, опустили две кормушки к Павлю в аквариум. Одну с портретом Путина, другую с портретом Путина. Много есть того, чему можно поучиться у американцев сегодня. ФБР, ЦРУ, силовые структуры. Скажите, разве можете себе представить, чтобы они контролировали весь бизнес в стране? Начиная от нефти, кончая проститутками. И при этом серьезно говорят, война с коррупцией. Раньше была борьба, сейчас война с коррупцией объявлена. Знаете, в чем разница? На войне трофеи себе забирают. И Медведев тоже, я поручение дал, борьба с коррупцией. И он так все искренне верит в это. Соберет членов партии «Единая Россия». Им говорит, надо бороться с коррупцией. Вы кому это говорите, господин президент? Вы их видели в зале? Они сидят и ручками за 2000 долларов записывают. Бороться с коррупцией. Он говорит, немедленно. Конечно, немедленно. Вот сейчас выйдем отсюда и начнем бороться. Сами с собой. Политический анонизм такой. Скажите, вот еще вопрос на засыпку. Вы можете себе представить, я тихо даже скажу это, чтобы в Америке все чиновники были в одной партии? Единая Америка. Ну нелепость совершеннейшая. Причем я одно открытие сделал. Я шепотом его скажу. Не дай бог, не говорите никому. Партия «Единая Россия». Смотрите. Партия. Шесть букв. Единая. Шесть букв. Россия. Шесть букв. Три шестерки. Ой. Боря Моисеев правда порадовал. Я не могу. Вступил в партию «Единая Россия». Я его видел на новой волне. Я говорю, Боря, ты единственный порядочный человек. Ты сказал впрямую. Я вступил в партию, чтобы меня никто не трогал. Я говорю, я знаю, ты не до такого. А он говорит, мне никто не говорил, что я порядочный. Я говорю, ну конечно, здорово сделал. Представляешь эту партию? Лицо партии «Грызлов», а ты член партии «Моисеев». Боря говорит, можно я это со сцены говорить буду тоже? Да, но недаром в народе называют «Единую партию России» «Да едим Россию». Юмор выручает. Я на Сахалине когда был, там один из членов партии «Единая Россия» куда-то выбирался, и висели вот эти рекламные щиты, и он такой слоган придумал, его портрет, а внизу написано «Нам в России жить хорошо». Кто-то внизу написал «А нам?». Очень хотелось бы, чтобы этот рассказ показали все-таки по телевидению. Пока его не показывают. Письмо благодарных жителей города президенту России. Уважаемый товарищ, извините, господин президент. Подожди, не здесь, чуть позже. Я так махну, когда надо. Пишут вам благодарные жители города, в котором вы побывали с деловым визитом. Правда, вы только за три дня сообщили нашей городской администрации о своем приезде, но даже за эти три дня они успели сделать для нашего города больше, чем за все время существования независимой России. Ой, я прочитал в Туле, и там такой крик, шум, свист, ура! После этой фразы. Я спрашиваю, что такое? Они кричат, к нам недавно Медведев приезжал. То есть попадание произошло просто в десятку. Во-первых, были покрашены все дома со стороны улиц, по которым вы поедете. Правда, так старались, что некоторые дома закрасили вместе с окнами. А мостовые заасфальтировали вместе с канализационными люками. Но зато во все строения города подвели свет и газ, включая две собачьи будки и пять скворечников. Собачьи будки даже провели вай-фай. Зато проселочную дорогу из аэропорта за три дня превратили в скоростной автобан. И даже с мостовых убрали воздушные ямы. Работники ФСБ пропылесосили все леса в округе. Подмели поляны. Покрасили в свежий зеленый цвет листья на деревьях. Помыли все памятники в городе. Привели в порядок памятник Кутузову. Приделали ему второй глаз. Бюсту Ленина приделали ноги. Причем женские. От снесенного 20 лет назад памятника Зои Космодемьянской. А памятник Менделееву шампунем от перхоти был отмыт настолько, что казался памятником Ломоносову. За день до вашего приезда приказали отловить всех бездомных животных. За ночь в селки попали 40 собак, причем вместе с хозяевами. И две старушки, которым так понравилось в приюте для животных, что они решили остаться. Потому что в приюте для собак кормят лучше, чем не кормятся на свою пенсию. Хотели даже на время вывести за город всех бандитов и воров в законе. Но вовремя одумались. В городской думе тогда бы никого не осталось. Ой, во всех городах аплодисменты после этой фразы. Так, такой показатель точный, что творится в России. Поскольку все знают, как вы заботитесь о музеях, был снесен старый ветхий домик, в котором жил Антон Павлович Чехов, и на его месте построен новый дом, в котором он жил. А перед входом в него поставили памятник Антона Павловича, который сидит на скамейке и на айпеде читает ваше последнее обращение к народу. Конечно, не обошлось без перегибов, поскольку вы предупредили, что хотите посетить больницу городскую, лучшую, чтобы показать вам, что она лучшая. В эту больницу завезли здоровых больных. Правда, случился конфуз. Когда вы приехали в родильное отделение, в палатах лежали румяные здоровые мужики в погоду. Поскольку по пути вашего следования находились два магазина с ярким названием «Сехшоп», их срочно переименовали, на одном написали «Музей прикладного искусства», на другом магазину «Мелые ручки». Но мы за эти перегибы на наших руководителей не обижаемся. Мы же понимаем, как им нелегко сейчас. Вы им сказали, надо заботиться о народе. А как это сделать? Вы же не объяснили. А как они могут понять, когда им докладывают, что они о народе уже позаботились? А еще вы все время говорите, Россия должна идти вперед. А где у России вперед, не объясняете? У нас, как всегда, в городе было. Те, у кого были способности к искусству, конечно, пошли работать в искусство. У кого способности были к науке, ушли в науку. У кого к производству, в производство. А у кого никаких способностей не было. Стали чиновниками. И стали руководить теми, у кого эти способности были. Пока тоже не исчезли. Благодаря такому руководству. Зато к вашему приезду, зная ваши взгляды, в городе не оставили ни одного гея. Поэтому три дня у нас в городе не было ни одного концерта и ни одного выступления эстрадного артиста. А санаторий на пути из аэропорта под названием «Голубые дали» вызвал подозрение у губернатора. И он сказал переименовать. «Голубые дали» сначала переименовали в «голубые ели». Но, зная опять-таки ваше мнение, губернатор сказал, что «голубым и жрать не даст». Поэтому санаторий переименовали еще раз. «Голубые дали» в «неголубые не дали». Зная также, как вы любите общаться со случайно встреченными людьми на улице, городское деление «Единой России» тщательно отобрало 50 случайно встреченных вами людей. И каждому из них составили вопросы под ваши ответы. Однако в спешке бумаги менеджеры с ответами перепутали. Дали не тем людям. И на встрече с вами 75-летняя бабка сказала «Спасибо, Единой России, за материнский капитал». Я теперь еще троих рожу. Дедушка похвастал «Спасибо, Единой России, за карусели и горки», сказал он. «Мы все время катаемся на них до темна, пока нас папа с мамой домой не подобудут». А 7-летний мальчик заявил «Спасибо, Единой России, за повышение мне пенсии». Я вылечил радикулит, вставил новые зубы и отложил на похороны. Конечно, особое внимание власти уделили нашему уникальному городскому зоопарку, когда-то крупнейшему в Европе. Однако, самых редких животных, когда СССР распался, разворовали, растащили по домам олигархи, чиновники. В зоопарке было очевидно отсутствие множества зверей. Перед вашим приездом в отсутствующих зверей нарядили гастарбайтеров из Средней Азии. И посетители зоопарка, я боюсь вам дальше читать, наблюдали шокирующую картину. Как в углу вольера, сидя на корточках, курили волк, лев и пингвей. А зебра копытами разливала им водку и материлась на таджикском. Одним словом, спасибо за то, что приехали. Благодаря вашему визиту наш город стал красивым, чистым, благоустроенным и даже была восстановлена городская телефонная связь, которую немцы обрезали еще при отступлении. Конечно, после того, как вы уехали, краска с домов вскоре облупилась, а асфальт растрескался, канализационные люки до сих пор никто не может найти, у Кутузова отвалилось три глаза, Ломоносова голуби заспамили так, что он стаж похож на Екатерину Вторую. Поэтому мы очень просим вас, приезжайте вскоре еще раз. Мы понимаем, что вы заняты, у вас много таких городов, как наш, но если не сможете приехать, хотя бы сообщите нашим властям, что приедете. И очень просим вас, тогда намекните, или пускай кто-то из ваших людей намекнет нашим властям, что вы лично любите ходить по всем домам и проверять, есть ли горячая вода. Очень хочется помыться. Ой, интересно, конечно. Первый вариант этого рассказа я написал в 1986 году. И посвящен он был приезду Горбачеву в Ригу. Представляете, я только исправил некоторые слова, да? Вот, кричат, что все поменялось. Осталось. И тогда этот рассказ тоже не показывали по телевидению. И даже в газетах не напечатали. Одна только газета отозвалась, зная, что какой-то там инженер читает его в закрытых помещениях. Вот так вот. И эта газета Нью-Йорк Таймс была. Мои любимые американцы. И они написали, что если сатирик упомянул имя генерального секретаря в сатирическом произведении, значит, действительно, в Советском Союзе началась перестройка. Ой, а... Ну, да, это сохранилось все. Знаете, к нам приезжал как-то... Ну, помните, Сарказий приезжал, Берлускони приезжал. И что-то у них какие-то делишки были. Они, ну, они же просто так не поедут. Их вводили на какое-то военное предприятие все время. Ну, все время это торгаши... Торгашеские дела, конечно. Ну, вот наши чиновники достигли... Я не знаю, что с вами будет, но после того, что говорит Камеди Клаб, я имею право рассказать со сцены, потому что это истерия, судя по всему, достоверная. Ну, вы знаете, рост Сарказий Берлускони. Кстати, когда Прохоров попросил сфотографироваться Берлускони, тот на всю жизнь обиделся на Прохорова. Потому что Прохоров наравне с Берлускони может сфотографироваться только если Сарказий... Нет, только если Берлускони залезет на Сарказий. Так вот, к приезду Берлускони... Я не знаю, что с вами будет, я еще раз... Есть такой писатель, сатирик Задорнов. Он говорит часто, вы готовы? Вот он прав, вы готовы? В этом предприятии, куда они должны были приехать, в туалетах повесили ниже писсуары. А вы представляете, чтобы американский президент в свою речь русские слова выворачивал? Ну, как может, русский президент сказал, я недавно получил месседж в Твиттере. А потом говорит, надо строить стадионы as soon as possible. О, крутой нашелся. Это мне напоминает, как ко мне в Владивостоке подошел директор мясокомбината и сказал, пойдемте посмотрим мой мясокомбинат. Я говорю, я не хочу, что там интересно. Он говорит, у нас ВИП-сервелат выпускается. Я говорю, это что такое? Мы на ВИП-сервелат проводим кастинг коров. Представляете этот кастинг? Гламурняк такой, Кааро, выходит с силиконовым выеменем. Я вообще нашего президента называю топ-менеджер в сия Руси. Он тащится, когда он говорит, народу по телевидению говорит, фьючерсы и ваучерсы хорошие сегодня. Ты думаешь, тебя кто-то понимает? Голубые фишки выросли. И что? А ШПД ниже, чем ВКК. Конечно, нам лучше жить будет, конечно, после этого. И это он говорит народу, который не отличает навуха-доносора от уха-горла-носа, кассиуса-клея от клея-канцелярского, пиксели от пендалей и бонуса-тануса. Последний подарок народу нашего президента, это я не могу, я угораю. Милицию переминать в полицию. Я думал, он шутит, вы знаете? И многие удивляются, зачем мне письма пишут. Милиция, хорошее слово, означает милые лица. А полиция, это лица, которым все по. Или поганые лица. А я знаю, почему он хотел переименовать. Я скажу это тоже, никому не говорите. Я секрет вам выдам. Это вот мне стало известно точно. Дело в том, что Медведев недавно сказал, что в милиции больше коррупции не будет. Сдержит слово, не будет милиции коррупции, если переименуют. Ой, а я считаю, надо дальше пойти. Надо бомжей, зэков и беспризорников переименовать в гангстеров. Скорую помощь переименовать в доктора Хауса. Гаишников называть копами. Хватит мусорами их оскорблять. Копы. Ой, забавно будет. Люди на крик за двери. Откройте полицию, будут открывать чисто из любопытств. Я поражаюсь вообще, как нашему президенту это все приходит в голову. Год назад, говорит, надо сократить часовые пояса в России. Вот это самое главное для России. Как мы жить без этого будем? В Владивостоке обрадовались многие молодые люди. Решили, что теперь до Москвы можно будет долететь за 4 часа, а не за 7. Ой, и главное, он искренний очень. Как ребенок, заводной медвежонок. Поехал за границу, счастливый ему айфон подарили. Такой радостный его, этому подарку. Вот радовалось больше только ЦРУ, что жучок установили туда. Через 3 дня после этого подарка, вся шпионская сеть полетела. Ой, а он с терми... У него такая поездка была, он такой счастливый вернулся. Айфон подарили. С терминатором виделся, живым. Шварценегин. А в это время как раз начинался футбольный чемпионат, а у футболистов есть традиция обмениваться майками. И Путин... Ой, и Медведев предложил Шварценеггеру тоже... Нет, нет, пиджаками. Ну и они обменялись пиджаками. Шварценеггер тоже оказался тактичный, на плечо накинул. В общем, поездка задалась у нашего президента. Обама покормил в Макдональдсе. Айфон, терминатор, Макдональдс. Президент хотел заплатить, но Обама сказал, что у него здесь скидка большая. Так, теперь посложнее задачка. Вот фраза, я могу ей гордиться. Эта примета, она была вырезана из 13 телевизионных крестиков. Представляете, какие трусло наши чиновники? Но это про всех нас. Знаете ли вы, что если через полгода после выборов вам еще не стыдно за того, кого вы выбирали, значит вы на выборы не ходили? У нас просто постоянно какие-то выборы. Я вообще не хожу на выборы. Я вообще знаю одну мудрость. Хочу спросить, знаете ли вы, это сложно, что в Кремле неприступные только стены? Знаете ли вы, что если президент гарант конституции, то администрация президента гарантийная мастерская. Жалко они не слышат это все. Чиновники не ходят на мои концерты, это правильно, потому что я не говорю то, что считаю нужным говорить. Вот знаете, я учился в двух школах, в двух студенческих группах. Все мои сверстники у кого были способности, пошли работать согласно своим способностям. Кто стал врачом, кто летчиком, кто инженером, ученым, кто-то художником. Все, у кого не было способности, стали чиновниками. Все. То есть чиновники это не врачи, это не режиссеры, это не артисты. То есть все, кто паразитирует. И мы часто ищем у них сочувствие, говорим, у них органов сочувствия нет, понимаете. Потому что у паразитов органы отмирают, у глистов даже органов зрения нет. Вот интересно, чтобы они послушали, как люди реагируют, когда я про них говорю. Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега? Откат за откатом. Вы представляете, до чего они довели нас, если мы все знаем, что это такое? Вот же показания. Интересно. Ну и последняя фраза, которая вырезана только из 7 телевизионных передач, но она будет рекордсменом за последние, я думаю, будущего. Знаете ли вы, что по инициативе партии «Единая Россия» выпущен диск DVD «Сборник речей Путина для Карлоки»? Вообще, ко мне за кулисы пришли два чиновника. Я выступал в Кременском дворце съезда. Вообще, так времена изменились. Так интересно об этом рассказывать. И вот, допустим, в связи с такой фразой даже, пришли ко мне за кулисы, когда я выступал в Кременском дворце, два чиновника. Чиновники, вообще, вы если едете в зале, вы не обижаетесь, ладно? Потому что так порознь вы нормальные ребята совершенно. Но когда все вместе, это какая-то беда всероссийская просто. Пришли ко мне и говорят, чтобы слова «Путин» со сцены произнесено не было. Как я хорошо их спросил. Я их спросил, «Это не цензурное слово?» Они так замялись, и бочком-бочком от меня, а я им кричал, «Это хорошее слово!» Ну правда, вы вдумайтесь в логику. Мне вырезают все на телевидении сегодня. Это просто игра какая-то. Они всего боятся. Им кажется, что Путин за каждым из них наблюдает персонально, как Господь, Бог, отслеживает все телевизионные передачи, сам с утра до вечера этим занимается только. А потом, что я сказал? Я ничего плохого не сказал. DVD-диск Путин. Я же не сказал, как его прозвали. Вы знаете, его в Сибири назвали, ему кличку дали в Сибири – Лилипутин. Это наши люди дали кличку. Это не я, а потому что слова красивые, а дела-то лилипутские. Ведь, посмотрите, ну, мы хотели... Я лично хотел бы, чтобы наш президент был человеком слова. Хотя бы одного. А он человек слов красивых. А я хочу, чтобы он сдерживал, держал свое слово. Сказал «мочить» – мочи. Нет сортиров, строй, полно строителей. Это был предвыборный слоган. Мы выбирали его благодаря этому слогану. Ну, на следующий день ко мне пришли два чиновника по умней из ФСБ. Видимо, отбор был какой-то. Тестированием. Вообще, ФСБ, если вы ездили, впрочем, куда от вас денешься? Вы здесь ездили? Ну, вы извините, вы так порзен, ребята, нормальные совершенно. Но все вместе – это новая всероссийская беда, друзья мои. Они ездят на разборки вместе с бандитами теперь. То есть бандиты крышуют по всей России, допустим, игровому бизнесу, а ФСБ крышует бандитам. И те бандиты выиграют разборку, за которых поглавнее чин ФСБ стоит. То есть такая парадоксальная ситуация. И вот пришли два, значит, ФСБшника и говорят, имейте в виду, в зале сегодня будет два представителя ФСБ. Я, по-моему, тоже нашелся, что ответить. Я ее спросил, во-первых, только два. Они говорят, два особенных. Я говорю, почему? Они будут за вами все записывать. Напугать. Я бываю остроумен иногда. Я переспросил, мне помедленнее говорить. Хотите, я два раза буду повторять это все. А действительно получается, знаете, что произошло в России? Вот я проехал по многим городам. Здесь же большинство людей так не ездит, как я. И я вам должен сказать, рейтинг у нашего президента сохраняется. Рейтинг. А уважение падает. Потому что это разные понятия. Это для телевидения важен рейтинг. А для людей важно уважение. Которая вырезана только из семи телевизионных передач, но она будет рекордсменом, я думаю, в будущем. Знаете ли вы, что по инициативе партии «Единая Россия» выпущен диск DVD «Сборник речей Путина для караоке»? По связи с такой фразой даже, пришли ко мне за кулисы, когда я выступал в Кремлевском дворце два чиновника. Чиновники, вообще, вы если есть в зале, вы не обижайтесь, ладно? Потому что так порознь вы нормальные ребята совершенно. Но когда все вместе, это какая-то беда всероссийская просто. Пришли ко мне и говорят, чтобы слова «Путин» со сцены произнесено не было. Как я хорошо их спросил. Я их спросил, это не цензурное слово? Они так замялись. И бочком, бочком от меня. А я им кричал вдогонку. Это хорошее слово. Я буду... Ну, правда, вы вдумайтесь в логику. Мне вырезают все на телевидении сегодня. Это просто игра какая-то. Они всего боятся. Им кажется, что Путин за каждым из них наблюдает персонально. Как Господь Бог отслеживает все телевизионные передачи. Сам с утра до вечера этим занимается только. А потом, что я сказал? Я ничего плохого не сказал. Ведь, посмотрите, ну... Мы хотели... Я лично хотел бы, чтобы наш президент был человеком слова. Хотя бы одного. А он человек слов. Красивых. А я хочу, чтобы он сдерживал, держал свое слово. Сказал мочить. Мочи. Нет сортиров, строй. Полно строителей. Это был предвыборный слоган. Мы выбирали его благодаря этому слогану. Ну, на следующий день ко мне пришли два чиновника поумней из ФСБ. Видимо, отбор был какой-то. Тестированием. Вообще, ФСБ, если вы есть в зале, впрочем, куда от вас денешься? Вы здесь есть, конечно? Ну, вы извините, вы так порознь. Ребята нормальные совершенно. Но все вместе это новая всероссийская беда, друзья мои. Они ездят на разборки вместе с бандитами теперь. То есть бандиты крышуют по всей России, допустим, игровому бизнесу, а ФСБ крышует бандитам. И те бандиты выиграют разборку, за которых поглавнее чин ФСБ стоит. То есть такая парадоксальная ситуация. И вот пришли два, значит, ФСБшника и говорят, имейте в виду, в зале сегодня будет два представителя ФСБ. Я, по-моему, тоже нашелся, что ответить. Я ее спросил, во-первых, только два. Они говорят, два особенных. Я говорю, почему? Они будут за вами все записывать. Напугали. Я бываю остроумен иногда. Я переспросил, мне помедленнее говорить. Хотите, я два раза буду повторять это все? А действительно, получается, знаете, что произошло в России? Вот я проехал по многим городам, здесь же большинство людей так не ездит, как я. И я вам должен сказать, рейтинг у нашего президента сохраняется. Рейтинг. А уважение падает. Потому что это разные понятия. Это для телевидения важен рейтинг. А для людей важно уважение. А у них там слышно. А кто без привета, к тому сам мальчиш придет. Ты понял? С приветом, удюгом и пистолетом отвечаю. Что у меня на новогодние елки одни медицинские свечи горели. А вот теперь я хочу прочитать то, что должен знать каждый. Причем прочитать хочу всерьез. В какой-то степени ответ на те вопросы, которые я поставил вот в начале. Статья, вернее, отрывок из статьи. 1946 год. Кончилась война. Автор ее Алан Даллас. Алан Даллас позже стал директором ЦРУ. И вот это, к сожалению, у нас не было напечатано никогда. Я хочу, чтобы по телевидению это показали. Вот что он пишет. Мы, то есть США, незаметно подменим российские ценности на фальшивые. Заставим их в эти ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим социальную сущность. Литература, кино, театр. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Сознание, культ, секс обобьем, садизма, насилие, предательство, пьянство, наркоманию, животный страх, национализм и вражду. Все попунктно сделали. Будем это культивировать и лишь немногие будут догадываться, понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище. Вот такая статья. И они действовали планомерно. А мы под это попались. Даже в образование наше, благодаря пиару, закралась западная реформа. Мне учителя говорят, на тесты правильно отвечают в России только самые плоскомыслящие ученики. То есть, дебилы по-русски. Есть опасности. Если славянские языки исчезнут на земле, конец света неминуем. Но! Все не так плохо. Не исчезнут. Я понимаю, Украина уже легла под запад, им очень хочется стать американцами. Даже если Россия ляжет под запад, выручит Белоруссия. Пока там есть батька, она не ляжет под запад. Пока там батька, это не страна Белоруссии, это большой партизанский отряд. Засевший в центре Европы. Вот, пускай журналисты посмотрят, как вы аплодируете тому, что я сказал. Потому что это критикуют Белоруссии. Кто? Журналисты? Грузия! Грузия! Эстония и Литва. Литва критикует Белоруссию, а в Литве самое большое количество самоубийств в мире. Вот так. И самые высокие экономические показания. Экономика не есть, не есть возможность для счастья человеческого, оказывается. Почему самоубийств много? Радости мало. Супермаркетов много, казино много, радости мало. В советское время было больше радости. Почему? Достал с утра кефир, радуешься. Женщина три часа стояла в очереди за колбасу. Радостная, колбасу достанет. Мужика она кормит колбасу, может, от него какая радость перепадет какая-то. О самоубийстве речи быть не могло. К радости стремились. Я с девушкой шесть месяцев, как на духу вам говорю, встречался. У нас ничего с ней не было. Я был радостный, что случится когда-нибудь. А, вы попробуйте сейчас повстречаться шесть месяцев радостно с девушкой. Она вас к психиатру отведет. От вашей беспричинной радости. В Белоруссии нет самоубийств. Почему? Батька запрещает. Кто самоубийством покончит, того в тюрьму. Но, шутки шутками, мата нет на улицах, он в тюрьму сажает за мат. Пьяных нет в Минске на улице. Если пьяные, это москвичи приехали. Я их спрашиваю, а убийство есть? Ой, вот так количество убийств выросло по сравнению с прошлым годом. И сколько теперь? Два. На одно выросло в год. Белоруссия будет держать свои позиции. Белоруссия будет оперегом России, пока Россия не поймет, что запад от слова падать. От слова запад не произошло ни одного хорошего слова. Западня западло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!